Чир-спорт Хантамансийский пройдет открытое первенство по чир-лидингу. Сегодня у нас в студии президент федерации чир-спорта и игры Юлия Волощук. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, кто примет участие в соревнованиях? В соревнованиях примут участие спортсмены города Хантамансийская и города Урая. К сожалению, пока нас не так много, но мы стараемся всеми силами и попонами махать и говорить, мы есть, мы тут, посмотрите на нас. Помпонами, дорогие друзья. Не попонами, те, которые на лошадях, а помпонами. Вот, чтобы было понятно. Сколько дисциплин будет в этих соревнованиях и сколько их всего существует в чир-спорте? В чир-спорте их существует 12. Так. Да, на соревнованиях мы представим всего 3. Большинство из них, это будут, естественно, касаться спортивного чир-лидинга, поскольку мы пропагандируем именно эту составляющую вида спорта. Несколько танцевальную, сколько спортивную. А вообще 12 за счет того, что есть много танцевальных как раз-таки дисциплин. Сейчас вошли в такие дисциплины, как хип-хоп, джаз, да. То есть был черпом просто, когда с помпонами работали либо, допустим, двойка, либо... Двойка это два человека. Два человека, да. Четверка четыре. Нет, двойка или команда. Выбор невелик. Невелик. Вы двойку будете брать или всю команду сразу? Да. Вот. И за счет вот этих танцевальных дисциплин, которые составляют блок перформанс, увеличились вот эти количества дисциплин. Но, замечу, поскольку чир-лидин, чир-спорт включен в олимпийскую семью, и в 2020 году мы узнаем, принял ли мог решение об этом. Как раз-таки разговор идет о том, чтобы включить больше спортивный, чем танцевальный. Поэтому, я надеюсь, мы на правильном пути. Да, мы уверены в этом также. А по каким правилам пройдут соревнования? Правила, они международные, переведенные на русский язык. Правила ICU, Всемирная организация. Ну, а насколько они сложны? Сложны. И кто будет судить? Сложны. У каждой команды она работает согласно возрасту по своим уровням. Называются они левелы. И не дай бог тебе залезть на другой уровень. Это сразу строго пресекается в судейской уровне. Это сложность выполняемых. Да, это сложность. То, что разрешено в юниорах, жестоко карается в мальчиках и девочках. То есть, казалось бы, чем круче, как в художественной гимнастике, тем лучше, а нет. Нет, нет, нет. Все с точки зрения безопасности должно быть по возрасту. По возрасту. Можно и в 6 лет, конечно, кинуть баскет, что сейчас происходит. Вопрос, примет ли база 6-летние девочки, подкинув ту же 6-летнюю девочку. А в базе тоже 6-летние. Конечно, они же по возрастам. Они же по возрастам. Поэтому и получается, что согласно вот этим уровням мы обязаны выдавать ту или иную программу. А в федерации какие возрастные категории? Лисуемся. И как зрители. Недавно был звонок. Оттуда? Или откуда? Звонки поступают самые разные на самом деле. Вот. И мы уже ничему не удивляемся. Ну вот звонила мамочка и спрашивала. Простите, а в 3 года не поздно она, тетя? Боже. Я говорю, конечно, вы опоздали. Вообще, со скольки лет начали? Ну у нас детки занимаются с 4-х лет. С 4-х? С 4-х, да. И все-таки градация какая-то там группы? До 4-х это как бы... Старт. Подготовишки. Это ОФП. Подготовишки. Соревнования начинаются с 6-летнего возраста. С 8-летнего возраста уже присваиваются разряды. Да. Да. Вот. То есть самая младшая категория, это младшие дети, называется 6-8 лет. Потом идут мальчики и девочки, 8-12. Юниоры и юниорки, 12-16, 16 плюс уже взрослые. И до бесконечности хочу я вам сказать. Чир лэйдис, да? Да. И чир мэнс, да? У нас мэнсами и мальчиками, это прям же. Давайте пожалуйте сейчас. Ну нет у нас парней. Не приходят? Ну видят, что девчонки. Девчонки, видят, что девчонки, что я тут один буду, не знаю. В этом возрасте, ну просто да. Ну опять же, мы занимаемся в зале с каратистами, с айкидо. Смотрят, что там крутые парники, яй кричат. Думаю, да что тут это, собственно говоря. Ой, не знаю. Я бы с удовольствием в базу бы встал. Приходите, научим. Договорились. Как проходят тренировки вообще? Вот как они строятся? Первое. Все же видят, вот картинка ярко, здорово, захватывающе. Родители с замиранием сердца смотрят. Это они на соревнованиях и на выступлениях с замиранием сердца смотрят. А что происходит на тренировке и замирает сердце, ну раз у меня. Поскольку пока проучишь элемент. Это же сколько времени уйдет, а когда они выходят наверх, знаете, что мне нравится? Он такой, он же очень командообразующий вид спорта. Ну естественно. Поскольку как бы учишь элемент и кричишь, дайте внешних. То есть это когда еще окружают вокруг тебя человек 8, иной раз 10, а иной раз, несмотря какая сложность, и вся команда, знаете, и вверх вытягивают руки. Для того, чтобы неизвестно куда полетит флайер. Флайер это самая летняя девочка. Ну поскольку мальчиков нет. И его готовы принять все. Все берут на себя ответственность за то, что что-то может пойти не так. Я не знаю, с какими объемами валерьянка уходит? Вы знаете, я вообще не пью. Все понятно. И валерьянку тоже. Крепкие нервы. А что означает заваленный элемент? Заваленный элемент, ну это когда он... Невыполненный. Да, невыполненный. Это может быть реально ребенок по шату. Опять же, первое с чего начинается тренировка вообще с техники безопасности. Обязательно. Каждая тренировка? Практически да. Вне зависимости от того, сколько занимается у вас спортсмен. Да, то есть так или иначе мы ее постоянно проговариваем. Поскольку если ее не выполнять, это как и любой вид спорта, он травмоопасен. Пойдете по улице, поскользнетесь. А это сложно. Очнулись гипс. Хорошо, если гипс. Так, значит, правила безопасности. Потом разминка. Обязательно разминка. Хореографическая часть есть какая-то? Есть. Есть. Обязательно. Как же, мы же и танцуем, и летаем, и все разом делаем. А еще иногда и кричат в чирспоте. И тоже должно быть слажено. Да, и знаете, вот молодежи, это очень даже, я в какой-то мере хочу сказать, полезно. Во-первых, кричалка никогда не бывает просто придуманные слова. Она все время на что-то должна мотивировать, от души и сердца идти. То есть то, что они говорят, это залипает, я надеюсь, в них западает. Вот, потому что когда кричишь, например, малыши у нас говорят, бегай, прыгай, будешь крут. Ну, то есть бегай, прыгай, это ЗОЖ. Будьте, будь в теме, будь лидером. Ох, я чувствую, допрыгаетесь вы. До 18-го числа, дорогие друзья, обязательно приходите. Где будут проходить соревнования? Мы ждем всех в теннисном центре, на главной арене 18-го ноября, начало в 12.00. Один день будут идти соревнования? Один день. Один день. Не пропустите. Вот видите, чувствуете, что мы уже одна команда. Так что до встречи на этих соревнованиях. Большое спасибо. Спасибо. Всем без травматизма, чтобы с улыбкой на лице обязательно с жизнерадостностью такой, которой обладает наша программа. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.